По-особенному отмечали государственный праздник День России в микрорайоне Чкаловский. На созданной в прошлом году Аллее Героев, где увековечены имена Юрия Гагарина, экипажа Валерия Чкалова, Михаила Громова открывали новый памятник. Рядом с героями былых времен, героями Советского Союза, первый бюст героя Российской Федерации. Жизнь Андрея Савгиренко оборвала вторая чеченская кампания. 13 декабря 1999 года в Аргунском ущелье боевики сбили российский самолет. На его поиски отправилась группа из трех вертолетов. Попали под обстрел с земли. Экипаж Ми-24 майора Совгиренко своей машиной прикрыл два других вертолета, вызвав огонь на себя. Спас товарищей, а сам погиб, как и его штурман Александр Иванов. За этот подвиг летчики посмертно были удостоены звания Героя России. Наши дети, выбирая профессию, они не думают о том, что будут они служить долго или недолго. Как кому повезет. Как говорят, героями не рождаются, героями становятся. И у каждого героя своя дорога, свой путь. У кого он длинный, а у кого очень короткий. Спасибо вам за память о моем свиньем. Такие люди, как Андрей Савгиренко, в непростые 90-е отстояли целостность государства. Не позволили гражданской войне, развязанной на части территории России, разгоряться на всю страну, отметил в своем выступлении глава района Алексей Валов. Прекрасный сын, прекрасный муж, прекрасный офицер, прошедший горнила, многих войн. Но тот, который исповедал основной принцип, сам погибай, а товарища выручай. Андрей Савгиренко жил в поселке Свердловский, похоронен на кладбище в деревне Леониха. Его имя носит турнир по русскому жиму, который много лет проводится в Чкаловском. Теперь жертвенный подвиг во имя России увековечен на Аллее Героев. На торжественной церемонии присутствовали его близкие, мама, жена, сын, заслуженные авиаторы, участники молодежных военно-патриотических организаций, десятки жителей Чкаловского. Памятник создан на средство главы городского поселения Щелково Рушана Махмутова. Ничего личного здесь не было, действительно. Мама подошла столько лет, не могли, все обещали исполнить его, действительно установить этот памятник. И мне удалось, я не знаю, какие силы помогли, но мне удалось. Конечно, Аллея, то, что в том году открыли, Аллея имеет свое продолжение. Помним, действительно, героев той новой России, которую у нас сегодня отдают свои жизни за нашу целостность России, за наше будущее спокойное. Для ветерана боевых действий Олега Болотина увековечение памяти Андрея Савгиренко почти личное событие. Они не были знакомы, но линии судьбы шли рядом. В середине 90-х в одно и то же время выполняли боевые задачи на таджикско-афганской границе. Позже в регионах Северного Кавказа. Вторая ченская кампания, она застала и меня, и его. Именно 99-й год, он был очень тяжелый для всех нас. И вот эта вот потеря, подвиг, его описание. В это время я находился, скажем так, в условиях участия в боевых действиях. Поэтому база, которая находилась сначала в Моздоке, потом была перенесена на Ханкалу. В общем-то, этот подвиг, он был у всех на устах. Этот подвиг, он не может оставить никого равнодушным. Как было сказано сегодня на митинге, мемориальный комплекс «Аллея героев» в микрорайоне Чкаловский планируется развивать и расширять. Вслед за Андреем Савгиренко здесь продолжат увековечивать имена героев, чья жизнь была связана со Щелковским районом. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».